Привет всем! Это видео 2 в 1. Это такой мини-мини обзор на косметику Катрис и заодно и самый простой, самый легкий, самый базовый макияж, который на мне, который, как мне кажется, подойдет для школы. И что-то похожее я носила в школе, за исключением отсутствия тонального средства. Я сделаю такой микро-обзор, то есть прям минимум информации дам по каждому средству, потому что я знаю, что если сделаю по-другому, то, во-первых, видео будет перегруженным и очень долгим, а во-вторых, именно школьники не всегда любят очень долгие рассказы о свойствах косметики, особенно декоративной. Поэтому давайте начнем. Катрис одна из самых моих любимых марок, к тому же очень бюджетная, и мне кажется, что она как раз нацелена в основном на молодежь. Я рекомендую начать с любого матирующего крема, можно выбрать любой бюджетный. У меня, например, Гаранье, но я знаю, что у Катрис хоть такого и нет, но Эссенс выпускает матирующий крем. Дальше можно только отдельные недостатки на лице, такие как потемнение зоны под глазами или какие-то прыщики перекрыть просто консилером, что я и делала, когда я сама была подростком. И именно этот метод я и рекомендую для всех молодых девушек, чтобы не перегружать кожу тоном. Но так как в моем случае уже не очень ровный тон лица, еще и к тому же лицо светлее, чем шея, я все-таки воспользуюсь тоном. Но, тем не менее, тон вполне можно пропустить и использовать только маскирующее средство. Если говорить про тон, то в Катрис мне нравятся два тона. Первый из них 6 в 1 BB All Round Foundation с защитой от солнца 30. И это более сияющая такая, менее плотная основа, которая дает такой более молодой, сияющий, здоровый эффект кожи. И вторая более матовая, такая, которая больше подходит действительно для фото. Она называется Photo Finish Liquid Foundation 18 часов. Она уже поплотнее, и если ваш выбор остановился вот на этой основе, тогда лучше использовать ее совсем чуть-чуть. Я же буду использовать вот эту вот, которая просто более новая. К тому же она мне больше нравится. Я считаю, что она на мне лучше смотрится, к тому же. 6 в 1 основа мне очень нравится. Она не очень плотная, и действительно она дает некоторый эффект подсветки лицу. Но минус это то, что она не очень долго держится. Я буду наносить пальцами, конечно же, чистыми ручками. В принципе, можно это делать и кистью, но так как это BB Cream, мне кажется, что логично использовать именно пальцы. Хорошо распределяем ее, растягиваем по лицу. Если в каких-то местах у вас есть расширенные поры, просто немного посильнее нажимайте здесь. Основную часть средства наносим на центр лица, и потом уже, когда почти ничего не осталось на наших ладошках, пальчиках, уже распределяем линию роста волос, распределяем вниз границу на шее. Мы не тонируем всю шею полностью, но мы хотим избавиться точно от любых линий, которые могли остаться от границы тона. Плюс этой тональной основы, я думаю, что это очень классно продумано именно из-за того, что целевая аудитория все-таки молодые девушки, в том, что когда вы наносите основу, вы ощущаете что-то вроде пудры в составе. То есть она такая с абсорбентом. И в итоге, когда в течение дня начинает появляться жирный блеск, этот абсорбент немножко впитывает кожное сало, и поэтому кожа не выглядит очень жирной, как прям жирный блин. Теперь вот такой вот консилер-камуфляж. У меня тоже 0,10 оттенок, как и тон, но вот камуфляж, мне кажется, чуть темнее в этом оттенке. Мы наносим туда, где нам это необходимо. В моем случае это вот эти вот глубины под глазами, такие мешки и круги. Немного у меня уже появилась вот здесь вот краснота с возрастом и на какие-то следы от прыщиков, только на то, что у нас не замаскировалось тоном. Теперь внимание. Многие мне жалуются, что когда они наносят консилер пальцами, у них консилер моментально сам же и стирается при растушевке. Как мы правильно наносим? Мы ставим цвет, перекрываем плотностью и потом начинаем оттушевывать именно границы. Во-первых, тон консилера должен хорошо совпадать с оттенком кожи. Во-вторых, там, где нужно сохранить плотность, мы просто прикладываем цвет, наносим, а уже краешки мы оттягиваем в кожу. Точно то же самое и со всеми остальными зонами лица. Если кожа очень жирная, тогда можно сразу воспользоваться пудрой, припудрить в основном Т-зону, центральную часть лица. Но для всех остальных, мне кажется, что очень умный способ это не перегружать лицо лишним слоем пудры, потому что под пудрой, как от эффекта такого парника, кожа будет еще сильнее потеть и еще быстрее будет выделяться секреция сальных желез. А в подростковом возрасте мы не хотим этого усиления. Поэтому я предлагаю воспользоваться матирующими салфетками. У меня, например, Motifine Oil Control Paper. Вот такие вот салфеточки и будем промакивать просто всю Т-зону, именно более матовой стороной этой салфетки. Если ваши веки без потемнений, без фиолетового оттенка, без синевы, без видимых сосудов, то можно просто их слегка припудрить и наносить тушь и вообще даже глаза не красить. Особенно для школы. Для всех остальных может помочь вот такая вот база, похожая на предыдущий камуфляж, только более вязкая и более такая пудровая на ощупь. Она нужна для того, чтобы выровнять тон кожи и для того, чтобы тени, если мы будем их наносить, держались лучше. И наношу на все веко до брови. По поводу консилера. Я считаю, что консилер на 4. С одной стороны, он хорошо маскирует, с другой стороны, у него сложноватая такая консистенция. Хотелось бы, чтобы он был больше похож на Catrice Photo Finish. То есть был более таким пластичным, менее помадным. И минус этого консилера в том, что он легко стирается с кожи. То есть, если вы очень сильно потрете ту часть, на которую вы его нанесли, то там может образоваться дырочка в цвете. Далее пудра. Та самая, которая у нас от Essence и 2 в 1. У большинства подростков очень жирные веки, поэтому я рекомендую их припудрить. Если как раз это ваш случай с жирностью. И так как мы нанесли консилер, он обязательно будет складываться у нас под глазками. Вот в эту складочку. Поэтому вокруг глаз припудриваем обязательно. Все остальные зоны, если кожа не комбинированная и не жирная, как я уже сказала, можно не припудривать. Дальше брови. Пункт не обязательно. У кого-то уже от природы идеальные брови. Но если ваши брови не такие, то для школьников я рекомендую гель, нежели подкраску какими-то более плотными средствами. Потому что это дает очень натуральный эффект. И это не прибавляет вам возраста. Вы не кажетесь очень-очень накрашенными. Как это было бы, если мы сделали бы более темные, более тонкие брови. Если ваши брови, как у меня, просто не четкие, то мы просто прокрашиваем волоски и кожу, добавляя дополнительный цвет. Если у вас очень прямая бровь и хотелось бы получить больше излома, тогда делаем то, что делаю я. Вот эти вот внутренние волоски мы опускаем немного вниз. Вот эти вот средние немного вверх. И вот эти немного вниз снова. В таком случае получается более изогнутая форма. Если у вас очень широкая бровь, тогда верхние волоски мы собираем вниз, а нижние вверх. Если брови намного светлее, чем оттенок волос, тогда лучше использовать такой же оттеночный. Если же по оттенку все в порядке и затенять их не нужно, тогда можно использовать и прозрачный. Дальше наносим тушь. Я думаю, что большинство подростков именно из всей косметики больше всего любят на себе именно тушь. И, к сожалению, в этот раз у меня нет ничего такого классного, что я могла бы вам показать, потому что обе вот эти туши мне не нравятся. Одна из них это The Giant. Водостойкая версия. Она мне не очень нравится, потому что она очень матовая, очень плохо скользит. И не получается выстроить очень длинные реснички. Вторая это Lashes to Kill. Наверное, я буду использовать ее. Она неплохая по эффекту, но она очень сильно осыпается. И может еще и отпечатываться при влажной погоде под ресницы. Но я буду, тем не менее, использовать ее. Честно говоря, мне кажется, что на этом вполне можно завершать такой легкий макияж для школы. Но я знаю, что многие захотят больше цвета, что-то посвежее на губах. В этом случае я советую полупрозрачные помады или блески. Что-то, что подчеркнет вашу юность, не будет смотреться тяжело. То есть не матовую помаду, а скорее что-то в форме стика или карандаша. Таких средств у Catrice очень много. Они разные-разные. И они очень комфортные на губах. Имеют такой увлажняющий эффект. Второй вариант это блеск. Эти блески Infinite Shine. Они такие более пигментированные относительно стандартных блесков. Но их можно просто нанести менее плотно. Симпатичные блески. С одной стороны ничего такого супер особенного. С другой стороны мне нравится то, что в них есть частички другого оттенка. Такой перламутр переливающийся. Например, в этом оттенке, который типа как бы розово-коралловый, есть золотые частички. К тому же они совсем не имеют запаха. И они не сильно липкие, что тоже плюс. Конечно же оттенок кожи у всех разный. У кого-то будет более отдохнувший, свежий. Цвет лица у кого-то менее. И к тому же у кого-то все-таки даже через тон или пудру слегка проступает естественный румянец. У кого-то нет. Вот тем, у кого и так уже все хорошо, вполне можно пропустить румяна. Тем, кто выглядит все-таки каким-то бледным и не выспавшимся, можно взять румяна какого-нибудь такого кораллового, персикового, розового оттенка. Это у меня на самом деле лимитированная коллекция Essence, а не Catrice. Но и у Catrice тоже есть разные такие приятные светлые оттенки. И я наношу именно туда, где бывает естественный румянец. То есть на серединку самой вот объемной щечки. Ну, приблизительно, когда мы улыбаемся, на верхнюю часть этой круглой щечки, которая образовалась. Лично я вот на этой ступени уже рекомендовала бы всем остановиться в своем школьном макияже. Потому что действительно этого достаточно для ежедневного ношения. Но я знаю, что многие захотят еще чего-то, еще чего-то на глазах. И если нужно, допустим, если у вас была бессонная ночь, вы готовились к экзаменам, долго учили свои предметы, либо гуляли с друзьями, не знаю, что делали, смотрели телевизор или YouTube, то есть вот такая вот хорошая штучка у Catrice Prime & Fine. И это одна из самых любимых вообще вещей у меня в этой марке. И это Highlighting Powder, то есть пудра-хайлайтер, пудра, которая подсвечивает. У нее легкий такой жемчужный оттенок шампанского. И если вы находите, что кожа прям совсем сегодня какая-то тусклая, и как-то вы не очень мило выглядите, то ее можно нанести под бровь, наверх скулы. Даже, кстати, и на все веко, но я больше предпочитаю именно в уголок глаза наносить. В таком случае у вас будет более свеженький такой эффект. Ну и просто супер-пупер то, что ее практически не видно на коже, как и вот этот вот консилер. Почему я именно считаю, что они пригодны для макияжа именно для школы? Их не видно на коже. Они хорошо втушевываются так, чтобы не было границ. Помимо того, что у косметики Catrice еще и крайне привлекательная цена, именно поэтому я думаю, что ими легко пользоваться, именно если у вас еще нет большого опыта в использовании декоративной косметики. Теперь для тех, кому прям очень-очень хочется теней. Такие что-нибудь накрасить на глазах. Я лично хочу вам очень сильно рассказать про эту палитру, потому что я на нее возлагала большие надежды. Это Absolute Nude. И она была раскуплена первые несколько месяцев. Итак, палитра. В этой палитре есть вот такая двусторонняя кисть, точнее спонж. И синтетическая маленькая кисточка. Ну, как мне кажется, синтетическая. И шесть оттенков. А теперь, внимание, хорошие из них, на мой взгляд, только один. Эта палитра меня очень разочаровала, потому что обычные вот такие вот игночки теней Catrice, на мой взгляд, чаще всего бывают хорошие, и иногда они случаются качеством не хуже MAC. То есть передача цвета у них довольно хорошая. Как, например, у этого оттенка номер 650. Если же мы посмотрим на свочи вот этой вот палитры, то тени здесь довольно меловые, и они не очень хорошо набираются. Они довольно пыльные. То есть, когда мы переносим их потом на кожу, разницы большой я не вижу в оттенках. И вот этот вот темный оттенок, он хоть и очень пигментированный, по сравнению с остальными, он очень сильно осыпается и пылит. А светлые оттенки на кожу переносят супер слабо. Тем не менее, так как оттенки такие не пигментированные, их вполне возможно носить даже и в школу, и особо их сильно видно не будет, и испортить свой макияж с ними тоже довольно сложно. Сначала я наношу самый светлый оттенок на внутреннюю часть глазика, для того, чтобы подсветить эту зону. Но этот шаг можно пропустить, если у вас очень широко друг от друга расположены глазки. Далее давайте возьмем тот оттенок, который мне нравится, более темный, и нанесем на самую внешнюю часть подвижного века, приблизительно на одну треть. Наносим такими похлопывающими движениями, иначе все будет очень сильно осыпаться и останется под глазками. Дальше я снимаю лишний цвет с этой кисти и стираю границу между двумя цветами. Как видно, большого смысла в этом шаге нет, потому что и так граница довольно мягкая, из-за того, что цвета не пигментированные. Растушевываю границу этого цвета той же самой кистью. Ну и можно положить какого-то чуть более темного оттенка на самый внешний уголочек, таким треугольничком, как будто бы в подобие стрелочки, для того, чтобы немножко-немножко добавить глубины взгляду и немножко-немножко направить глазик вверх. В этом случае очень сильно тянуть к виску я не советую. Тем, у кого глазки, наоборот, далеко расположены друг от друга, в этом случае вы их растянете еще сильнее. Эту палитру я не советую покупать, мне не кажется, что это хорошая отрата денег. Мне кажется, что лучше вместо нее уже взять отдельно какой-то из светлых, какой-то из темных оттенков катрис почтучно, вот такой вот упаковки и с удовольствием пользоваться. На этом все просто, быстро, натурально и из школы не выгнет. Мне кажется, что то, что нужно для ежедневного применения и для всех типов внешности это может подойти. Всем большое спасибо за просмотр и всем хорошей учебы, хороших оценок и вообще хорошей, веселой школьной жизни. Пока-пока!